Как жизнь, ребята? С вами Бенни. До этого не должно было дойти. До этого не должно было дойти. Я помню президента, при котором у нас было четыре мирных года, особенно на Ближнем Востоке. А Джо Байден довел нас до войны, возможно, до мировой войны. Иран запустил сотни дронов и крылатых ракет прямо по стране Израиль. Они летят прямо сейчас, и, дамы и господа, возможно, третья мировая уже начинается. Уж точно это расширение конфликта в этом регионе Ближнего Востока. Это точно не признак стабильности, так что ждите бензин по цене 10 долларов за галлон. Это критическая ситуация. Дроны уже летят. Мы будем следить за разворачивающимися событиями. Вот что нам известно. Дроны летят через воздушное пространство различных стран в регионе. Они летят прямо на Израиль. В Израиле уже подняли самолет судного дня, называющийся «Крылья Сиона». На этом самолете может находиться Нетаньяху и его кабинет. Этот самолет взлетает только в военное время, и он позволяет израильскому правительству функционировать и принимать военные решения. Это колоссальный, колоссальнейший ответ за убийство иранского генерала. Этот иранский генерал был убит Израилем в консульстве, и теперь наступило время возмездия. Израильская воздушная оборона — одна из лучших и самых современных в мире. Я не думаю, что мы даже видели всю мощь израильской воздушной обороны. Естественно, когда они включают железный купол, или, как они сами называют его, «проща Давида», то понятно, что положение серьезное. Это очень дорогая, но и очень продуманная система. Военные власти Израиля подтвердили, что они следят за этими дронами, и что они перехватят эти дроны. А Иордан согласился предоставить им для этого свое воздушное пространство для пролета израильских самолетов. Практически каждая страна на Ближнем Востоке объявила чрезвычайное положение. Поступают срочные сообщения, что Йемен и другие страны вроде Сирии и Ливана тоже начали воздушную атаку по Израилю. Так что это теперь атака нескольких стран по Израилю. Что это? Конец света? Посмотрим. Дамы и господа, вот репортаж Fox News с места события. Да, Fox News подтверждает, что, согласно многим источникам, дроны были запущены Ираном по Израилю. Через несколько часов эти дроны будут здесь. И это может оказаться только первой стадией иранского нападения на Израиль. Власти Израиля сейчас совещаются по поводу их ответа на эту атаку дронов. Есть несколько вариантов того, как израилетяне могут сбить эти дроны. Это и истребители, и их система обороны, которая находится по периметру всего Израиля. Мы сейчас говорим о более крупных системах, а не о железном куполе, о котором мы говорим вот уже 200 дней этой продолжающейся войны между Израилем и Газой. Нет, более крупные системы, типа Прощи Давида и системы стрела. Напоминаем о том, что все это началось с того, как в этом месяце израилетяне ударили по иранскому консульству в Дамаске и в Сирии и убили Мухаммеда Захади, высокопоставленного иранского генерала, отвечающего за поставки оружия в Сирию и Ливан. Иранцы сказали, что это была красная черта, за которую перешли... Бениамин Нетаньяху только что сделал заявление, в котором рассказал, как они готовились к этому моменту. Граждане Израиля, в последние годы и в особенности в последние недели Израиль готовился к прямому нападению Ирана. Наши оборонные системы развернуты, мы готовы к любому сценарию. Мы готовы и защищаться, и нападать. Израиль сильная страна, и Цахал, и народ одинаково сильны. Мы благодарны США за их поддержку Израилю, а также благодарны Британии, Франции и многим другим странам. Мы основываемся на простом принципе. Кто навредит нам, тот навредит себе. Мы будем защищать себя от любой угрозы, и будем делать это соразмерно, но непреклонно. Граждане Израиля, я знаю, что вы люди уравновешенные, и поэтому прошу вас следовать указаниям командования Цахала. «Вместе и с Божьей помощью мы выстоим, вместе мы одолеем наших врагов». Что ж, Америка — союзник Израиля. Втянет ли эта ситуация Америку в войну? Возможно. Ну, то есть, а чего вы ждали, когда нашей страной правят такие мудаки? Джо Байден во время предвыборной гонки в 2020 году вообще-то сказал, что вы должны выбрать меня, так как я не начну войну с Ираном. Так и сказал. Из-за действий Трампа мир уже не тот. И американский народ, включая некоторых республиканцев, уже понимает, насколько Трамп плох, насколько Трамп самодур, насколько он приблизил нас к тому, чтобы началась война. Я говорил, что этот человек уже в таком отчаянном положении, что он может даже начать войну с Ираном. К сожалению, я могу оказаться прав. Так что от этих выборов зависит очень многое. И буквально несколько дней назад этого старого недоумка спросили, эй, что бы вы хотели сказать Ирану? Мы слышали, что на Ближнем Востоке может начаться война. И Джо Байден сказал Ирану, не надо. Господин президент, что бы вы хотели сказать на данный момент Ирану? Не надо. Господин президент, американский личный состав находится под угрозой? Господин президент, что по поводу американских военных? Господин президент, американские военные под угрозой? Мы обещали Израилю нашу защиту. Мы поддержим Израиль. Мы поможем защитить Израиль. Так что Иран не преуспеет. Спасибо большое. Так какой именно будет реакция Америки, сэр? Джо Байден также был в отпуске. Он и сейчас в отпуске. График работы Белого дома показывает, что Джо Байден находится не на рабочем месте. И, конечно же, он на пляже. На пляже во время возможного начала Третьей мировой. Я не знаю, существует ли какой-нибудь договор по образцу НАТО, где сказано, что если Израиль подвергнется нападению, то Америка должна прийти ему на помощь. Я не знаю о таком. Может быть, я и не прав. Но при подготовке к этому ролику я поискал и не смог найти ничего, где сказано, что Америка воспримет такое нападение, как нападение на саму Америку. Ну, по типу пятой статьи Устава НАТО. Так что есть шанс, что американских солдат туда не пошлют. Но, послушайте, нашей страной правят разжигатели войн. Они всегда хотели этого. Они всегда хотят войны. И вот она, дестабилизация. Слабость американской политики имеет последствия. Слабые люди, тяжелые времена. Напоминаю, что когда Дональд Трамп был на передаче «Раша Лимба», то он сказал следующее по поводу Ирана. Иран знает об этом, их об этом предупредили, что если вы попытаетесь шутить с нами, если вы попытаетесь нам навредить, то мы сделаем с вами то, что никто еще не делал. И Дональд Трамп, конечно, был популярен на «Х». В 18-м году он написал иранскому президенту Рухани, «Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы пострадаете так, как мало кто страдал за всю историю. Мы уже не та страна, которая и дальше будет терпеть эти ваши невменяемые угрозы насилием и смертью». Поаккуратнее. Дональд Трамп взорвал к черту иранского генерала Сулеймани. И хочу напомнить тем, кто служил в Ираке или Афганистане, что основная доля вооружения и терроризм, который осуществлялся против американцев на этих полях сражений, был организован Ираном. Так что ясно, что эти люди негодяи. Но они еще самоубийцы. А мы не хотим начинать еще одну войну. «Война — это плохо. Мы хотим мира. Вы должны поддержать Трампа. Трамп — это единственный вариант. И, дамы и господа, мы хотим, чтобы опять был мир». Помните времена, когда страны на Ближнем Востоке заключали «Мир с Израилем»? Налаживали отношения и подписывали с ним военные соглашения? Да уж. Помните? Да. «Мы молимся за мир. Мы хотим мира, а не войны». Это будет предвыборным слоганом в 2024 году. С вами был Бенни. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова